всем привет народ с вами варчик и уже наверно многие говорят и в принципе новости нам рассказывают о том что колесная техника не за горами и сами разработчики нам уже успели про это она рассказывает нам какие-то витосики анонсики про какой-то танк там уже ттх рассказывают показывают какие-то там картинки шмартинки тут уже и видео появилось о том как это колесная техника уже там на студентке катается которую вы видите на экране и в целом уже такая вот движуха начинается всяко когда стоит это ждать насколько понимаю это будет в начале следующего года и что мы будем иметь мы будем иметь танки легкие я так понимаю это будет какая-то неполноценная ветка 6 кажется уровня до 10 и эти кастрюлики будут носиться там со скоростью 75 километров некоторые будут ездить быстро назад некоторые также как и вперед что ли будут ездить так и назад одинаково ну в общем какие-то такие непонятные там вещи я так понимаю там удельные мощности а будет около 50 что ли и быстро будет разгоняться но все эти цифры можно еще 300 раз перелабатить что-то изменить но как по мне скорее всего так оно и выйдет особо ничего не изменится будут маленькие быстро летающие по карте кастрюльки плюс у них еще будут пушки не самым высоким пробитием какой-то там альфой не самой маленькой что-то типа такого будет плюс еще у них какой-то маленький обзор видимо это просто активный свет так это и назовем колесные танки активного света плюс еще будет кнопка как у шведских танчиков переходить из одного режима в другой в одном режиме он использует все колеса и у него лучше проходим из грунтов он быстрее едет вперед но хуже поворачивает а в другом режиме он лучше поворачивает но хуже едет вперед как-то так и тут главный вопрос кто это просил кому это надо раньше был один танк какой-то там т-52 там или как он там назывался люди когда-то там 500 лет назад на нем катались угорали нравилось им активно светить но это была совсем другая игра спокойная ламповая прикольная и один танчик который там где-то носится никому особо не доставлял глобальных проблем в геймплее а тут прям целую ветку хотят воткнуть вот таких вот носящихся танчиков такое ощущение что сейчас в рандоме так спокойно играется представьте в каждом бою такая вот кастрюля а то и несколько носятся по карте где-то там сливаются умирают не все карты подходят вообще под лт а тем более под такие активные лт люди которые сейчас играют каждый заняты своим каким-то делом кто-то какой-то лбз дурацкое делает кто-то другое дурацкое лбз делает третий там вообще фармят на каком-то ужасном танке четвертый чувак заметил бы к своему где-то статисты на него упаруются пятый человек заметил там у кого-то значок из битвы блогеров и начал ему там за что-то мстить и каждый занят какой-то своей ерундой плюс еще арта карты корявые куча багов все это перемешано еще туда вот эти быстрые танки шведские танки со своей механикой в инвизитом стенд арта с большим сплэшем и оглушением японские тяжелые танки с фугасницами все на голде упараются на статистов обсирают рачин токсичность в игре просто максимальная франдоме вообще нормальных игроков почти не осталось они не хотят в это играть уже только одни сверх киберспортсмены там красного цвета вели еще эти польские танки с большой эльфой а то было мало танков с большой эльфой еще добавили танки с большой эльфой добавили итальянцев с каким-то барабаном который сам себя заряжается на которых тяжело играть но которые могут доставить хлопот потом перед этим они вели еще твп которые в умелых руках все нагибают но без алты на них тяжело пробивать потому что пушечки корявенькие с калибриками маленькими и каждый раз они что-то вводят и вводят какие-то сверх дебильные какие-то механики потом они делают кучу марафонов чуть ли там один марафон не накладывают на другой марафон и если бы это был нормальный марафон так в нем еще дурацкие задания сверху еще помимо этих марафонов лбз с которыми вообще невозможно играть в рандом поскольку задания все задания портят игру кто это все просил добавлять в игру кому это надо кому доставляет удовольствие все это почему нельзя было сделать все вот эти вот действия которые портят на мой взгляд геймплей сделать менее токсичными и сделать их более спокойными почему все вещи которые добавляются в игру это какая-то крайность если это барабан твп то он должен заряжаться за несколько секунд если это итальянский барабан он должен всегда заряжаться и все это японские тяжи они должны в силуэт по 500 бахать если это новая арта она должна иметь здоровенный сплэш какое-то оглушение и еще больше токсичности если это новый движок в нем должно быть еще больше баллов если это новый шведский птс новая механика они не должны светиться впритык почему все что вводится она имеет самую высочайшую крайность прям вот дальше уже некуда почему нельзя сделать игру более спокойной и аккуратной еще они хотят добавить вот эти вот лт колесные лт я уверен что это будет еще одна очередная супер крайность который можно было бы избежать и сделать их более нет токсичными и не портящими геймплей более спокойными для того чтобы игра была той которую мы любили когда мы начинали в доиграть все это можно было сделать не такое агрессивное она же ну просто кончено и я уверен что это еще одна ступенька на пути в ад для картошки если зайти на вот вики там посмотреть в разделе в разработке там танков еще целый вагон на 500 лет вперед там куча карт новых которые еще могут добавлять в игру который еще тестируют там много чего там и режимы и всякие механики там куча всего есть и многобашенности всякие и доработки там и st2 там с двумя пушками и танков там просто тьма там куча всего но кому она это надо если сейчас уже в игру невозможно играть представьте что это все еще накидают в игру что там будет за хаос это просто капец просто забей плюс еще когда делали игру с патчем 10 просили мной и но не торопитесь исправьте баги сделайте патч 10 чтобы это была новая игра добавьте новых карт ну нафиг не нужны старые люди зайдут в полностью в новую игру и будут наслаждаться новой игрой а так получилось что мы играем в ту же самую картошку только еще хуже ничего в ней нового нету это просто капец сам был варчик играть красиво пока и и и и и и Продолжение следует...